Продолжение следует... Продолжение следует... Долгое время работала над разработкой IP Яндекс.Карт и с недавнего времени работаю руководителем разработки интерфейсов собственной Яндекс.Карт. Мой сегодняшний доклад будет еще с той поры, когда я работала в API. Собственно, я буду рассказывать про модуль, который мы написали непосредственно перед тем, как я покинула команду разработки API. Про что я буду рассказывать? Я буду рассказывать про инструмент, который мы создали для того, чтобы веб-мастерам было удобно показывать на карте большое количество меток. Для начала небольшой опрос. Кто-нибудь когда-нибудь работал с API Яндекс.Карт? Вот. Прикольно. Кто-нибудь из вас сталкивался с проблемой, что вам нужно добавить много меток, а клиент тормозит и... Это хорошо. Поехали. О чем мы сегодня поговорим? Сначала я расскажу, ну, для тех, кто не знает, я расскажу, собственно, в чем проблема. Проведу обзор решений существующих, которые есть вообще многие годы, не только в Яндексе, но и в других картографических API. Потом расскажу про то, как мы оптимизировали отрисовку большого количества меток на клиенте. Дальше расскажу про то, как правильно загружать метки по требованию. И немножечко наброшу про то, как нужно организовывать серверную часть, если вы показываете большое количество меток на карте. Как правильно организовать там кэширование, версионирование и так далее. Начнем с проблематики. Почему сложно показать много меток на карте? Ну, проблема на самом деле насущная. То есть у меня, ну, когда мы начинали вообще разрабатывать этот модуль, то многие даже не понимали, для кого мы его делаем. Потому что, если вы никогда не сталкивались с проблемой, вам кажется, что такого, бери да показывай. Но на самом деле это не так. На прошлом слайде была выдача, что это один из самых популярных запросов у нас в клубе. Что делать? У меня много меток, все тормозит. 90% сайтов, которые используют API, они действительно показывают только одну метку. Ну, это просто там схема проезда, мы находимся здесь. Но интересный факт заключается в том, что сайты с самой большой аудиторией, которые используют наши API, они как раз сталкиваются вот с проблемой, которую мы решали. Ну, прежде всего, это наш собственный сервис Яндекс.Карты, который показывает большое количество меток на клиенте. Наши народные карты показывают очень много объектов на клиенте. Ну, например, сайт банкоматор.ру, который показывает все банкоматы Москвы. Для них эта проблема там давно встает в полный рост. Давайте попробуем решить задачу в лоб, чтобы понять, с какими проблемами сталкивается среднестатистический веб-изработчик. У него есть сервер, у него есть клиент, и он на сервере генерирует некоторую страничку PageHTML, которую передает на клиент. Вот как выглядит эта страница. Такая простенькая страница, на которой человек просто создает и показывает карту. Теперь давайте добавим на карту метки. Мы просто возьмем и внутрь файла PageHTML разместим код по созданию 50 тысяч меток. Ну, то есть PageHTML превращается в такую огромную портянку кода. Поверьте, так делают. Вы так много раз видели. Очевидные недостатки этого решения. PageHTML, во-первых, начинает весить несколько мегабайт, страница очень долго подгружается. Мы передаем на клиент слишком много данных. То есть, например, вы можете передать покрытие всего земного шара, человек заглянет только в Минске, и зачем ему метки в Африке. Ну, это, в общем, такие проблемы. Давайте теперь проведем обзор решений, которые долгие годы предлагали пользователю, когда ему нужно было показать много меток на клиенте. Причем я сейчас буду говорить не только про Яндекс.Карты. Это решение, которое используется и в других картографических API. Решение номер один — это технология активных областей. В чем она заключается? У вас есть карта, и вы берете на сервере, отрендериваете картинку с прозрачным фоном, на которой нарисованы метки, которые вам нужно показать. Отдельно вы подгружаете текстовое описание, которое говорит, в каком месте какая метка у вас находится. У нас сейчас на картах по этой технологии работают слои фотографий, так работают пробки. Сайт банкоматер.ру, в частности, тоже воспользовался все время этим решением, то, что оно было единственное возможное. Вот эти, на самом деле, картинки с зелеными банкоматами — это вот такие тайлики, которые они заранее сгенерировали на сервере и передали на клиент. Плюсы и минусы этой технологии. Плюсы — очень быстрый рендеринг на клиенте и передаются данные только для видимой области. Минусы — очень сложная серверная часть. Ну, просто представьте на секунду, что вы фронтендер, вы приходите к бэкендеру и говорите, вот у меня есть картинки, тут вот метки вот так расположены на земном шаре, ты мне, пожалуйста, ноги, там картиночек. Как правило, у среднестатистического бэкендера волосы начинают шевелиться на голове. А если вы и фронтендер, и бэкендер в одном лице, то у вас у самих начинают шевелиться волосы на голове. Ну и клиентская картинка абсолютно статична. То есть примитивная задача — сделать drag-and-drop. Ну, она, конечно, решается некоторыми хаками, со мной любят на эту тему спорить веб-разработчики, но на самом деле, нет, не решается. У вас статическая картинка. Решение номер два для показа большого количества меток — это кластеризация меток на клиенте. Мы несколько лет назад добавили кластеризатор в API, он очень популярный, люди любят использовать этот метод. Какие плюсы? Очень просто использовать, он доступен из коробки, понятно, как работает. Дизайн меток, кластеров и меток определяется, настраивается на клиенте, это хорошо. Минусы — клиент тратит время на кластеризацию. И плюс ко всему не решена проблема оптимальной подгрузки данных. То есть мы как бы говорим, да, вот вы загрузите много меток, мы их объединим в кластера и покажем. Но вопрос, что делать, когда человек смотрит в Минск, а ему подгружаются метки из Москвы, он так и открыт. Плюс проблема есть такая, что если вы кластеризуете метки, то вам нужно эти метки сначала на клиенте инициализировать, создать. То есть вам нужно 50 тысяч раз выполнить некоторую операцию, условно какой-то оператор new, который создаст у вас 50 тысяч объектов. Это неважно на самом деле, насколько тяжелое у вас создание метки, операция new, она дорогая, и у вас получаются лишние инициализации. Для того, чтобы нарисовать на карте всего один кружочек, вы делаете очень-очень много лишних действий. Вот они. Что нужно в идеале? Мы хотим избежать лишних инициализаций на клиенте. Мы хотим запрашивать данные пачками асинхронно. Мы хотим передавать на клиент только то, что видит сейчас пользователь, и рисовать на клиенте мы тоже хотим. Только то, что видит пользователь. Не заниматься рендерингом каких-то мифических меток где-то в Америке. Что мы сделали в этом месте до клиентской оптимизации? Когда мы приступили к разработке модуля, который мог бы как-то решить эти все проблемы, мы решили сразу, что мы будем хранить изначально только данные. То есть все данные хранятся как JSON-описание в некотором менеджере. И программные сущности для каждого географического объекта будут создаваться только в тот момент, когда он попадает в видимую область карты. Этот подход позволяет нам убрать вот эти лишние инициализации, из-за чего у нас кластеризатор на клиенте тоже подтормаживает. Люди на это жалуются. Окей, мы убрали лишние программные инициализации, но теперь нам нужно все-таки нарисовать метки. Как мы их решили ускорить? Мы вообще посмотрели на то, как у нас устроены метки. У нас у меток есть довольно много разных компонентов. И у нас метка, она такая, она все может сама. Она может, не знаю, редактироваться, открывать на себе балуны и хенты. У нее есть собственные опции, у нее есть собственный менеджер событий и так далее. Но в контексте отрисовки метки на карте нас интересует только один компонент, который называется overlay. Это программная сущность, которая отвечает просто на рендере мне вот эту синюю запятую на карте. И мы взяли на вооружение вот такой подход. Мы решили все инфраструктурные, так сказать, компоненты, которые отвечают за балуны, хенты, опции, вынести на уровень коллекции, а внутри коллекции рисовать только легенькие overlay. И получился вот из комбинации этих двух идей получился такой модуль, называется object manager. Он есть в IP Яндекс.Карт. Он хранит только данные, не создает программные сущности без необходимости. И мы понесли всю инфраструктуру в общую коллекцию, что позволило сократить количество программных инициализаций. Ну и вот теперь посмотрим пример. Допустим, мы захотели добавить 50 тысяч меток от кластеризованных нарисовать на клиенте. И посмотрите, насколько быстрее стала отрисовка. То есть, например, 50 тысяч меток уже отрисованных с помощью обычного кластеризатора. Ну, пользователю давать было нельзя, потому что 5 секунд, но он просто уйдет с сайта. А с object manager теперь этот порог нам доступен. Теперь давайте поговорим про загрузку данных. Рисовать мы быстро научились, окей. Но теперь нам нужно данные подгружать по мере необходимости. Как решали и решают эту проблему веб-разработчики, если опираться на то, что мы видим в клубе? Стандартное решение такое. Они просто анализируют, какую картографическую область видит пользователь и для нее подгружают метки. В чем недостатки этого подхода? У вас разные устройства. Карта на сайте может показываться разного размера в зависимости от ширины или высоты страницы. И каждый пользователь, может, геаллоцируется по-разному, он будет видеть другую область. Получается, что, во-первых, на малейшие из две карты вам нужно заново генерировать запрос за метками. Вы многократно, скорее всего, будете загружать одни и те же данные. И запросы на сервер всегда разные. Непонятно, как организовать каширование, что делать. Ну и мы предлагаем следующий подход. Загружаем данные по тайлова. Что такое тайлы? Тайлы — это такая сущность. Мы говорим, что вся карта у нас разбита на тайлы. На карте нулевого масштаба всего один тайл. На карте первого масштаба чуть приблизим уже четыре тайла. И так далее. И вот как мы поступили. У нас вся карта разбита на тайлы. Эта сетка тайлов всегда одинаковая. Всегда привязана к нулевому меридиану. И мы подгружаем тайлы, которые пересекаются с видимой областью карты. Данные загружаются всегда по одним и тем же областям. Поэтому понятно теперь, как организовывать каширование. Мы теперь легко можем запомнить, какие тайлы подгружены, а какие нет. Ну и небольшой сдвиг карты не вызывает до загрузки данных, потому что мы, как правило, эти данные подгружаем с некоторым запасом. Когда мы начали, собственно, реализовывать эту задумку, получились еще два менеджера. Это Remote Object Manager и Loading Object Manager. Они сами на клиенте. За вас следят за видимой областью карты. Следят, какие данные подгружены, а какие еще не подгружены. И отправляют потайловые запросы за данными на сервер. Разница у них следующая. То, что Loading Object Manager, он надеется на то, что вы передаете ему просто сырой набор данных, то есть единичные метки. И он, например, может их сам откластеризовать на клиенте, если вы не хотите заморачиваться по поводу серверной кластеризации. Remote Object Manager, он как раз рассчитан на то, что вы реализовали сами серверную кластеризацию. И просто хотите отобразить ее результат вот так вот красиво, оптимально, не подгружая то, что не надо. Есть разные режимы загрузки данных. Вы можете загружать данные как для всей видимой области карты, так и загружать всегда данные потайлово отдельными запросами. Как организовать серверную часть для вот такого фронтенда? Первый такой простой способ – это вы можете просто нагенерировать статические файлы, в которых будут храниться ваши данные потайлово. Файлы будут выглядеть как-то вот так. В каждом файлике будет прописан JSON, в котором будет содержаться описание меток, хранящихся в тайле. И все это будет обернуто в некоторый JSON pickleback, шаблон которого вы сдаете на клиенте. Ну, понятно, что это такой приятный способ потестировать эту функциональность, потому что не требуется никакой серверной части, нагенерировал и работает. Но файлы могут занять очень тугодийского пространства, понятно, потому что нужно для всех зумов, для всех тайлов нагенерировать вот эти заготовки. Нужен скрипт, генерирующий эти файлы с некоторой периодичностью. Если вы серьезно этим занимаетесь, постоянно данные обновляются. Ну, это очень вообще примитивное решение, я бы сказала. Он такой подойдет для небольших демо-проектов, ну, то есть, может, для каких-то одноразовых ситуаций. Второе хорошее решение — это все-таки использование пространственных баз данных. Ну, в смысле использования какой-нибудь обычной базы данных с пространственным индексом. Там Spatial для MySQL, PostGIS, Oracle. Там некоторые хитрости, с помощью которых можно и Mongo превратить в пространственную базу данных. Ну, и теперь поговорим про серверную кластеризацию точек. Ну, начнем с того, почему мы вообще хотим, чтобы люди кластеризовали точки на сервере, а не на клиенте. Когда вы кластеризуете точки на клиенте, схема выглядит вот так. У вас есть сервер, который формирует просто список точек. Дальше идет передача данных на клиент. И каждый клиент в отдельности делает одно и то же. Он сначала кластеризует метки, потом рисует. Понятно, что кластеризация в данной ситуации на клиенте — это избыточные действия. Поэтому хорошая архитектура выглядит все-таки вот так. У вас сервер формирует список точек, сервер делает кластеризацию, и клиент занимается исключительно отображением результата, не тратя драгоценное время на какие-то математические вычисления. И первый вариант серверной кластеризации, который может прийти вам в голову, выглядит вот так. Ну, не только вам, но и нам приходилось. Вы берете просто базу данных, из которой делаете выборку. Дальше у вас есть некоторый алгоритм, который отдельно кластеризует, и вы передаете все на клиент. Это такие примитивные скриптики, написанные по выборке из базы данных. То есть вы просто как-то очень тупо выбираете метки в базе по границам. Дальше любым алгоритмом абсолютно кластеризуете и отправляете на клиента. Плюсы и минусы такого подхода. Плюсы. Вы можете выбрать абсолютно любой алгоритм кластеризации, который вам заблагорассудится. Минусы. Ну, как правило, чем красивее алгоритм кластеризации в итоге, тем он дольше работает. И нужно хорошо подумать, как организовать кэширование ответа. То есть вам нужно как-то кэшировать выборку из базы, нужно кэшировать результаты кластеризации, иначе у вас там просто сервер не выдержит. Мы предлагаем все-таки немножко оптимизировать вот этот процесс серверной кластеризации, пожертвовать красотой и использовать грид-кластеризацию. Грид-кластеризация — это просто кластеризация, когда вы берете, накладываете на карту некоторую сетку, и все метки, которые попадают в одну ячейку сетки, вы объединяете в кластер. Дешево и сердито, что быстро. Ну, серверная кластеризация версия 2 выглядит уже вот так. Вы из базы данных сразу получаете метки, сгруппированные по этим самым ячейкам, по гридам. Причем это можно делать сразу прямо в запросе к базе данных. Вот примерно вот таким способом. Плюсы и минусы такого подхода. Не надо писать дополнительные логики по кластеризации. Это очень быстро работает, но грид-кластеризация не самая красивая, и при таком подходе вы заставляете вашу базу данных вечно выполнять какие-то математические сложные вычисления, баз данных может тоже прилечь. Поэтому мы предлагаем еще один трюк, который позволяет облегчить вот эту самую грид-кластеризацию с помощью баз данных. Мы предлагаем использовать QuadKey. Что это такое? Каждый тайлик на карте кодируется некоторой последовательностью символов, которая называется QuadKey. Причем эта последовательность символов такова, что каждый ее разряд отвечает за номер тайла на определенном зуме. То есть у вас для каждой метки вы можете насчитать длинные-длинные QuadKey. А дальше просто, когда вам нужно получить, какой тайл попадает метка на конкретном зуме, то вы можете сгенерировать некоторую битовую маску, наложить ее на этот QuadKey и сразу понять, это ваша метка или не ваша. Ну, тут такие примерчики, как работать, как формировать QuadKey, как их использовать, как работают битовые маски. На предыдущем слайде, на самом деле, была сноска на статью про QuadKey. Если кому будет интересно, можете потом вернуться и почитать. Ну и серверная кластеризация V3. Это база данных, которая уже заранее насчитана на QuadKey для каждой точки. И она уже умеет очень быстро и оптимально отдавать сразу данные, сгруппированные по гритку стерам. Выглядит это следующим образом. Вы выбираете данные, хранящиеся в некоторой прямоугольной области по QuadKey, и дальше просто группируете их по некоторой битовой маске. Поскольку битовые операции не очень быстро выполняются, то такая штука, она работает с приличной производительностью, и с этим уже вполне себе можно жить. Плюсы очень быстро работают. Минусы, опять же, грит-кластеризация не всем нравится. И нужно заранее насчитать эти несчастные QuadKey, хранить их в базе. Поговорим про кэширование и версионирование данных немножко. С кэшированием все просто. Поскольку мы предлагаем подход, при котором клиент должен загружать данные по тайлова, то просто мы кэшируем, собственно, ответ для каждого тайла по отдельности. Можете писать ответ сервера в файлы и как-то с некоторой периодичностью их обновлять. Вы можете использовать любые системы кэширования, которые вам нравятся. Если запрос поступает для большой, видимо, области карты, не составляет труда, опять же, разбить ее на отдельные тайлики, достать эти тайлики из кэша, склеить и отправить на клиента. Тут опасный момент — обновление данных. Если у вас большой серьезный сервис, который, я не знаю, показывает чекины, то у вас данные постоянно обновляются, там, каждые несколько минут. У нас такой сервис, например, пробки, они раз в 4 минуты обновляются, и нужно постоянно за этим следить. Допустим, у вас есть уже у клиента картинка, на которой нарисовано много объектов. Человек сдвигает карту, и ему нужно дозагрузить оставшиеся данные для вот этой открывшейся видимой области карты. Ну и тут вот вопрос, что ему подгружать. Там уже загружены данные в старые версии. В новую область могут подгрузиться данные или из старой версии, или из новой версии уже ваших данных. Версии могут друг с другом вообще конфликтовать. Поэтому мы предлагаем закладывать версионирование сразу в архитектуру. То есть у вас на клиент всегда вместе с данными передается версия данных, которая в данный момент показывается. Клиент всегда отправляет запросы к узнанию версии данных. Эта версия используется при кэшировании, и возможно с некоторой периодичностью вы с клиента пытаетесь автообновлять версию данных и, например, удалять старые данные и подгружать новые. Полезные ссылки, которые вы можете посмотреть, если вам интересны темы доклады. Работа с большим количеством объектов неплохо написана в руководстве разработчика API Яндекс.Карт. Там, собственно, подробно написано, как работать со всеми этими модулями, про которые я сегодня рассказывала. Ну или есть вопросы какие-то практические, если уже что-то пробуете и не получается, то пишите в клуб. Мы там довольно активно отвечаем. Спасибо за внимание. У меня все. Жду ваших вопросов. У нас, не забывайте, после вопросов мы вам раздаем маечки, так что давайте поактивнее. Спасибо. Что делается, если у тебя не точки, а геометрия, например? То есть ты не можешь уже так легко поделить основная бысть, которую дату, потому что геометрия может пересекаться по-разному. Мы буквально недавно с этим менеджером научились работать с неточечными объектами, и про все это можно почитать. То есть они умеют еще не жаль. Идея, на самом деле, как правило, в том, что если у вас в геометрии попадает некоторый тайм, то вы передаете ее в этот тайм, и каждый объект имеет некоторую уникальную нишу, которую вы присваиваете. Если потом этот же объект приедет за блин тайм, то клиент это поймет, и не будет за мной ничего. Все еще будет это дело. Для всякого рода чипмапа, не на клиенте, а на сервисе. Чипмапа? Ну да. Для тепловых карт у нас есть отдельный модерн, он собственный, и он реализуется на клиенте. Если многоточек, все равно. Если многоточек. Он довольно-производительный. Часть, например, обрезается по тайм, если говорить точек, не нужно выгружать пока. К примеру, часть у нас загрузилась, но любой терап, там много точек, но он как бы более горячий. Как оно отмечивается? Сейчас я так скажу. В данный момент вот эти менеджеры, они как бы пробуют двух сущностей. Одни как бы мозги для загрузки данных, вторые для отрисовки. Вот. Витмапа у нас сейчас это вообще отдельная тема, и как бы безитмапа не написано модуля, который еще отвечает за загрузку. Возможно, в будущем сделаем. Ладно, спасибо всем за внимание тогда. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...